Здравствуйте, коллеги! Сегодня у нас новая конфигурация уже существующего прибора. И самое главное, это обзор обновлений Concoder L2, которые выпущены нами для работы с панелями приборов. Вот, например, Kia K5 2022 года выпуска. Или Kia Rio, тоже 2022 года выпуска, который уже с новым логотипом. Сначала думали, что на столе все запустить и показать. А потом для пущего эффекта все-таки передумали и отсняли три коротких ролика непосредственно в автомобилях. Поэтому сейчас я вам покажу прибор, а потом начнутся те три коротких ролика в Kia Sorento MQ4, в Kia K5 и Kia Rio. Что за прибор? Открываем. Помните, в прошлом видео у нас был прибор новый, сечь BDFD с поддержкой шины CanFD, с большим количеством кабелей и переходников. Мы для работы с опцией CanCoder L2 будем продавать такую вот более простую комплектацию прибора, где только сам прибор. То есть больше ничего не нужно для того, чтобы программировать панели приборов. Просто подключайтесь в BD и работайте с автомобилем. Также обновленная версия CanCoder L2 будет доступна и для других интерфейсов, для которых она выпускалась. Ну а сейчас демонстрация работы на примере нашего нового интерфейса, который уже в продаже. И торопитесь, покупайте, потому что дефицит сейчас и все такое прочее. Ну, поехали с примерами. Киа Рио, 2022 год. Новый логотип. Наш прибор сечи BDFD. Новый с активированной опцией CanCoder L2. Здесь, значит, не будем тянуть резину. Сертификацию проходить не нужно, поскольку автомобиль без модуля Гитвея. Выбран соответствующий тип панели приборов. Сейчас сфокусируюсь, извиняюсь, мне с телефона тут не очень удобно. Вот, 400 километров. Ставим галочку для свежих автомобилей, Context Cleaner. Будем записывать 5 километров. И нажимаем SET. О, да. Пошел. Я вернусь сюда. Надпись error в процессе работы. Ничего страшного. Вот. 5 километров. Новая Киа Рио. Следующий автомобиль. Киа К5. 2022 года. Новый логотип. Подключен. Опять-таки наш прибор. Кон-кодер. Кон-хакер Сечи BDFD с опцией Кон-кодера L2. Соединяемся с прибором. Уже соединились. Поскольку автомобиль оборудован модулем Гитвея. Запускаем процедуру сертификации. Чтобы все, что нам нужно сделать, мы могли сделать без разбора панели приборов. Ожидаем завершения процедуры. Сертификация пройдена. Переходим на вкладку силуевый бейс. Здесь уже я загодя выбрал нужный тип панели приборов. Панель приборов на базе процессора семейства RU850. И такие панели на К5, на Санате и других без КНФД. Которые. Читаем пробег. Это у нас 500 километров. Ставим галочку. Для новых панелей приборов. И запишем сюда, скажем, 13 километров. Нажимаем кнопку Set Auto. У нас начинается процесс работы с памятью панели приборов. Он совсем немного времени занимает. Все у нас через ОБД. И ждем завершения процесса. 13 километров. Новая К5. Через ОБД разъем. Наш новый интерфейс. Канхакер СЕЙЧУ БДФД. Итак, Киа Соренто. 2022 года. Новый логотип. Пробег 3470 километров. Наш прибор. Вот он. Секунду. СЕЙЧУ БДФД. С активированной опцией конкодер L2. И подключен ОБД разъем, как вы видите. Вот. Так. Берем лишнее. Запускаем сертификацию, чтобы наша демонстрация работала через ОБД разъем. И ожидаем ее завершения. Сертификация проведена. Переходим на вкладку силы U-BASE. Выбираем тип приборной панели. Теперь у нас панель на базе процессора RH850 семейства и Соренто МК4. Выбрали. Чтение EEPROM я уже делал. Здесь репетируя. Вот. Пробег прочитали. И давайте сюда какой-нибудь для демонстрации запишем. Например, 100 километров. Раз, два, три. 111. Я здесь галочку поставим. Контекст клинер для свежих автомобилей. И нажимаем SET. Ода. Пошел процесс работы с панелью. Мы пока сюда переведем камеру. Процесс уже заканчивается. Панель перезагружается. Длинаше 111 километров. Ну и вернем 3470. Галочка стоит. Алгоритм выбран. Пошел процесс работы с памятью панели приборов. Сейчас дойдет до конца. Панель перезагружается. Все. Вот таким образом все ЧБДФД с опцией Конкодер Л2 да и другие наши интерфейсы с этой опцией работают с новыми панелями КЕ с новым логотипом. Пользуйтесь Конкодер Л2.